Воевать в зоне АТО активист Майдана Владимир смог только с пятой попытки. Основная причина отказов – возраст. Люди, которые хотят попасть в армию, попасть не могут. Хватают на аркане, ну как бы это помягче, кого попало. И потом мы имеем с ними маленький гембель. До некоторых доходит, до некоторых не доходит. Я сейчас говорю за армию, я не говорю за национальные добровольческие батальоны. По словам бойца АТО, особым спросом и военкоматов пользуются неопытные юнцы, которые нередко подвергают опасности жизни основной состав военных. Если идет какое-то нарушение или просто надо человеку поправить мозги, ну никак его не накажешь. Посылать на кухню, на картошку – ну так это же за счастье, это же не на передок. Владимир Малафеев утверждает, военкоматы пренебрегают мужчинами, желающими защищать страну, и, что немаловажно, имеющими соответствующую подготовку. Военкомы – это те же чиновники. У чиновников для того, чтобы спустить проблему на тормозах, ну, огромнейшее количество, огромный опыт и огромное количество способов. Мы все это прекрасно понимаем. Здесь, там, где ты не можешь как бы упираться, то есть тебе сказали нет, ты повернулся и ушел, это еще намного проще. Несмотря на трудности, рассказывает доброволец, настроение внутри армии однозначно и боевое. Вперед! Мы прекрасно знаем, что мы в армии, для того, чтобы они не пришли сюда. Знаю, что с оккупантами мы справимся. Более того, готовы справиться уже сейчас.